Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня на полевшем. Часто тоже очень задают вопрос, один из частых. Отеки. У человека часто возникают отеки. И, конечно, любую женщину, чаще всего женщина обращается, это беспокоит. На что нужно обратить внимание? Ну, кто-то говорит, надо пить много воды, кто-то говорит, там надо делать упражнения, кто-то говорит, нужно растирать тем или иными, скажем так, средствами нижние конечности, либо место отека. Кто-то говорит, что это нарушен водный баланс, кто-то нарушен еще какой-то баланс, кто-то говорит, что кишечник не усваивает воду. Давайте разберемся изначально, откуда происходит водно-солевой баланс в нашем с вами организме. Запомните, какого вы врача не были, водный баланс нашего организма начинается в поджелудочной железе. То есть, водно-солевой. То есть, вы должны в меру употреблять воду, в меру употреблять соли. Но так как мы все знаем, что мы выходцы из моря, как нам говорят, ну, легенды многие доносят, когда там отчасти правда есть, человек сделан из воды около 80%, то желательно употреблять морскую соль. Вот здесь мы скажем. Понятно, да? Даже готовить пищу на морской соли, либо салатовую обязательно добавлять. Либо чередовать морскую и каменную соль. Это очень благоприятно будет для поджелудочной железы. Вот откуда начинается соль. Губительный процесс, если человек зло употребляет солью. Для поджелудочной это, а не для почек, как нам говорят всегда. Дальше пошли. Если вы внимательно будете смотреть, как восточная медицина рассматривает поджелудочную железу, то это меридиан прежде всего. Вот в каком состоянии данный меридиан. Смотрим, пожалуйста, где он начинает. И когда человек говорит, что у меня нижние конечности отекают, то, пожалуйста, вот при чем здесь поджелудочная железа? Потому что на нижних конечностях данный меридиан простирается. Если он не работает, что? Отекают. Ну, и как ни странно это звучит. Но так как поджелудочное вместе работает с кем? Правильно, с желудком. То нам нужно посмотреть, в каком состоянии и меридиан желудка, который что? Контролирует тоже нижние конечности. Смотрим, как он простирается. Но так как поджелудочная железа контролирует не только нижние конечности, но и все кишечники, пожалуйста, обратите внимание, внутренний канал, пунктирная линия, как простирается данный меридиан, то, пожалуйста, уже мы задаем все вопросы. В каком состоянии поджелудочная, которая контролирует водно-солевой баланс, которая контролирует всасывание пищи, воды, усваиваемость воды, передает кишечникам всю информацию. Вот вам, пожалуйста, откуда начинать надо, а не сердце, как многие говорят. О, это сердце. Сердце – это хозяин внутренних органов. А вот поджелудочная – это мама всего организма. И я бы поставил поджелудочную на первое место, чем сердце. Вот и все. Но это я, я в своей. Поэтому прежде всего, если вас начинают одолевать отеки, вы от них страдаете, то прежде всего диагностика 12 меридианов вам в помощь. Мы показали два меридиана, которые распространяются, простите, либо расстилаются по нашему организму с нижних конечностей. Но если брать вторичные связи с меридианами, допустим, поджелудочная влияет на печень, тоже проходит по нижней конечностям. Вот тут, знаете, как, тут и к бабке не ходи. Тут не надо быть великим каким-то профессором. Здесь надо быть очень внимательно, смотреть первичную связь, вторичную связь. Ну и, конечно же, что есть, если есть еще связь. И потом делать выводы. Поэтому диагностика 12 меридианов вам в помощь. Эти меридианы нужно что потом? Восстанавливать. И помните, и помните, поджелудочная железа очень капризнат орган. Данная точка В20, пишу, используется при всех отеках. Данная точка расслабляется. Но если вы провели диагностику 12 меридианов и знаете, что вы слабость, вялость, все ваши 12 меридианов слабые и вялые, они восстанавливаются. И данная точка тонизируется. Вот зачем проводится диагностик. Чтобы не слепо воздействовать на точки акупунтуры. А все приводить в норму. У каждого своя норма. Но не каждый к ней стремится. Спасибо за внимание.